МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости губернии в студии Евгения Долгих. Здравствуйте. Главное, к этому часу. Первые в жизни госнаграды за отличную учебу. 712 выпускников самарских школ получили аттестаты, в которых все пятерки. Медаль им вручил губернатор. Чем мечтают и куда планируют поступать? Золотые дети. Поинтересовались наши корреспонденты. Современное оборудование, постоянный уход и максимальный комфорт, чтобы особенные дети чувствовали себя как дома. В Тольятти открылось первое в России круглосуточное отделение реабилитации. С его первыми постояльцами познакомились наши корреспонденты. 2,5 тысячи бюджетных мест, электронная система в приемной комиссии и фотобудка Самарский национальный исследовательский университет открыл свои двери для абитуриентов. Критерии поступления и квоты бюджетных мест расскажем обо всем через пару минут. Отучились на «Отлично». 712 выпускников из Самары стали обладателями своей первой в жизни госнаграды. Их вчерашним школьникам вручил губернатор. Куда мечтают поступать золотые дети, узнал Татьяна Пудова. На «Красном бархате» то, к чему они стремились 11 лет. Золотая медаль, как признание достижений в учебе. По тестатах только пятерки. Первая в своей жизни государственная награда получает 712 выпускников Самары. Павел в рядах тех, кто за перспективой уезжать далеко не стремится. Ему и в родном городе хорошо. Поступать я хочу в наш Самарский объединенный университет. У нас образование тоже на уровне, одно из самых лучших, как я считаю. Поэтому я не вижу смысла ехать в другой город. Выпускники выбирают регион, регион выбирает золотой фонд. Губернатор отметил, медалисты, которые не смогут поступить на бюджет в ВУЗ, будут учиться за счет средств областной казны, чтобы создавать инновационные проекты и конкурировать на мировом уровне. Первые группы на медицинском формировали за счет бюджета, и прежде всего за счет медалистов, не прошедших по баллам в тот или иной курс за счет бюджета области. Потому что мы хотим, чтобы ни один из них без внимания государством не остался. Николай Иванович Меркушкин отметил, в регионе взят курс на модернизацию образования. Национальный исследовательский университет имени Академика Королева входит в число лучших в стране. Скоро в его состав войдет и экономический. Совет по повышению конкурентоспособности российских ВУЗов прогресс университета оценил. Перевел из третьей группы во вторую. Сейчас он в первой десятке страны. Мы растем, и мы хотим к 2020 году, когда будут подводиться итоги, быть в пятерке этих, в пятерке, и стать вот среди тех, где ты получаешь образование, и все будут весь первый мир будет знать, что это ВУЗ, который дает образование не хуже, чем самые лучшие ВУЗы мира. Образован опорный ВУЗ на базе политеха из ГАСУ. Это второй эшелон, подобный появится и в Тольятти. За последние четыре года в область приехали учиться из других регионов, и из-за рубежа порядка пяти тысяч человек. Привлекает одно из конкурентных преимуществ Самарской области перед другими регионами – связь производства и образования. Идут работы по созданию современного наукограда – Гагарин-центра. Уже функционирует технопарк в сфере высоких технологий – Жигулевская долина. Обладатели золотых медалей благодарят губернатора за вклад не только в сферу образования, но и в развитие спорта в Самарской области. И вручают символы Чемпионата мира по футболу 2018. Увеличилось количество спортивных площадок, улучшилась инфраструктура, и ведется активная подготовка к Чемпионату мира по футболу. Мы, болельщики, и видим, как вы поддерживаете нашу любимую футбольную команду – Крымсовет. Надеемся, в дальнейшем с вашей поддержкой Крымс летят от невиданных высот. Самую тяжелую задачу поставили. Вот ведь медалисты. Татьяна Пудова, Ольга Павловская, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. В Самарском национальном исследовательском университете стартовала премная кампания. Планируют набрать на первый курс более 5000 человек на все формы обучения, включая магистратуру. Что же касается бюджетных мест, их более 2500. Интересно, доступно и без нервов. Этот день с абитурентами провели наши журналисты. Хэштег «Самарский университет» пока из приемной комиссии, но в надежде, что фото с такой пометкой будут отправлять в интернет каждый будний день. Впрочем, фото зона скорее для девочек. Николай настроен серьезно. Пришел поступать на юриста, отличник с начальной школы. Золотой медалист. По результатам ЕГЭ набрал 270 баллов. Я думаю, это самый лучший университет в Самаре. Я не рассматриваю варианты с другими городами, потому что я думаю, что в Самаре достаточно хорошее образование, чтобы остаться здесь, учиться и в дальнейшем жить. У Николая, как у подавляющего большинства, в приемной комиссии цель – пройти на бюджет. И здесь для абитуриентов приятная новость – 2500 мест. Это на 350 больше, чем было в прошлом году в двух еще не объединенных вузах. Еще дополнительные 75 в направлениях экономика, юриспруденция, рекламы связи с общественностью и филология появились за счет областного бюджета. Впрочем, атмосфера в приемной комиссии спокойная. Не только из-за этого логистику продумывали заранее. Все, чтобы абитуриент и его родители не нервничали. Консультация на входе, электронная очередь, вся информация о местах и специальностях на интерактивной доске. Связать судьбу с Самарским университетом, я считаю, это очень, ну так скажем, перспективно. И точно будет востребовано будущим работодателям. Поскольку у нас удовлетворенность работодателям очень высокая. Университет всегда работает на несколько лет вперед. Они придут в этом году, а только в 20-м, 21-м будут выходить из наших стен. Значит, мы должны на сегодня закладывать такие образовательные, исследовательские проекты, которые будут востребованы вот через этот период. Подать документы необходимо до 26 июля. Адрес приемной комиссии Манеж на улице Врубеля, 29 Г. Это на территории инженерного кампуса. Впрочем, пройти мимо просто не получится. Специальные обозначения на асфальте и указатели на зданиях размещены, начиная от московского шоссе. Дарья Фельбыш, Дмитрий Алатрцев, Новости губернии. Молодое пополнение кадрового резерва. 25 слушателей Малой академии государственного управления приступили к защите выпускных работ. В списке тем развития социального предпринимательства в регионе перспективы молодежных и научных организаций, вопросы занятости городской молодежи. И другие не менее актуальные вопросы. Комиссию по защите возглавляет главный федеральный инспектор по Самарской области. Наиболее перспективные выпускники пополнят списки кадровых резервов различных уровней. В этом году четверо выпускников, это Артем Сергеев, Татьяна Герасимова, Сергей Заика, Евгения Семеновых, рекомендовано включение в молодежный состав кадрового резерва полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Полномочным представителем президента данный проект осуществляется с 2008 года. И время подтвердило, что это успешный проект. Это абсолютно справедливо, что мы отобрали лучших из молодежи, которым даем опыт, даем практику в управленческой деятельности. По волнам, под музыку. Самарские речники отметили свой профессиональный праздник. От имени губернатора работников отрасли поздравил руководитель регионального министерства транспорта и вручил областные награды. Волга продолжает оставаться одним из главных транспортных узлов по количеству перевозок областной центр лидер в ПФО. Какие задачи стоят сегодня, выяснил Виталий Портнов. «Везет погода или не везет? Всегда и все, что нужно, довезет. На дной губернии надсежда и на плод. Наш слабый флот, наш волжский флот». Крики чайк, водная гладь и живописные пейзажи. Работа за штурвалом речного судна для души и для пользы горожан. Лучше не придумать, утверждает Валерий Михайлович Кольчанов. На подводных крыльях за два часа от Самары до Сызрани испытывает теплоход «Восход» на новом маршруте. Скорость 70 км в час. Поставили новый двигатель, который отвечает всем своим требованиям. Замечательная работа. Детская мечта моя была. На флоте проработал я слышал 42 года. На скоростном флоте 32 года. И поэтому эта работа, которая меня, кажется, подняла в обществе. И я получил моральное удовлетворение. По Волге в навигационный период сотрудники речного порта Самары, Тольятти и Сызрани перевезли чуть больше миллиона пассажиров. Порядка 10 тонн груза. Регион занимает первое место в ПФО и третье в стране. После Москвы и Архангельска. При этом стоит задача открывать новые маршруты. В прошлом году речным транспортом мы перевезли миллион пассажиров. В пятом году планируем миллион 100 пассажиров. Эта задача стоит перед нами совместно. Есть поручение губернатора, наказы губернатора о восстановлении многих маршрутов. В этом году организовать, открыть регулярное движение Самара-Сызрани. Тогда протяженность маршрутной сети увеличится только в прошлом году. По сравнению с 2013 она увеличилась на 50 километров и составляет 176. При этом благодаря областным субсидиям стоимость перевозок в регионе низкая. Всех сотрудников речного порта от имени губернатора поздравил руководитель регионального Минтранса. Он вручил областные награды. В числе лучших оказался и Валерий Михайлович Кольчанов. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. К другим темам. В Тольятти открылось первое в стране отделение с возможностью круглосуточного пребывания детей-инвалидов. Современное оборудование, постоянный уход и максимальный комфорт. Все, чтобы особенные дети чувствовали себя как дома. Продолжит тему Татьяна Пудова. Еще совсем недавно ни одно движение Данияра не обходилось без посторонней помощи. Сюда на ипотерапию, как за последние надежды, уже 4 года. И зимой и летом его приводит мама. Мальчик родился с врожденным пороком сердца. Перенес три операции. Не мог ни говорить, ни ходить. После общения с животным начал двигаться. Например, может сбить конус. Для него это большое достижение. Но большинство действий за него делает мама. Самое главное, наверное, на первом месте это заняться своим здоровьем. Потому что родители детей-инвалидов очень часто не могут даже об элементарных вещах задуматься. О своем здоровье. Теперь мы можем задуматься и о прибавлении в семействе. Решение нашли. В Тольятти открыли отделение при реабилитационном центре как раз для родителей, у которых есть неотложные дела. Но ребенка-инвалида оставить не с кем. Аналогов в таком отделении в России нет. Условия в отделении максимально приближены к домашним. Это простая светлая комната, кондиционер. У каждого ребенка даже есть собственная игрушка. И пока родители занимаются собственными делами, они могут не переживать за то, как себя чувствует здесь их ребенок. Он круглосуточно находится под вниманием квалифицированных специалистов. Это врачи и педагоги. Если ребенок самостоятельно передвигаться не может, то ему на помощь приходит вот такой передвижной электроподъемник. Он выдерживает до 120 килограммов. В так называемом гумаке располагается как раз ребенок-инвалид. Его можно подвести к кровати и аккуратно выложить. Таким способом можно переместить в любое место, в любое помещение, куда он захочет. В комнате смогут находиться пять детей. Вместо обычной кровати целый комплекс, включающий датчик дыхания и трансформирующийся матрас. Уникальное устройство прикованных к постели детей-инвалидов оснащено барьерами. Оставаться дети от ноля до 18 лет здесь могут до трех недель. Будут проходить курс лечения, реабилитации и даже учиться. Бесплатно. Такая форма работы, она поможет и семью сохранить, и качество жизни улучшить в семье. В Тольятти это стало еще и возможным, потому что здесь нашлись люди, которые вложили денежные средства и помогли. Благотворительный фонд предприятий, организации, частный бизнес. Нашлись люди, которые вложили денежные средства в открытие этого отделения. В планах открыть такие отделения при всех реабилитационных центрах области. Следующее отделение откроется при социально-реабилитационном центре ипотерапии в Самаре. Татьяна Пудова, Александр Дудко. Новости губерния. Тольятти. Четыре дня, 16 сцен и десятки творческих площадок. 43-й Грушинский набирает обороты. В этом году программа фестиваля стала еще насыщеннее. Спортивные состязания, поэтические встречи и главные песни под гитару. В неповторимую атмосферу легендарной груши погрузилась Мария Акимова. Несмотря на погоду, первый июльский день на фестивальной поляне выдался жарким. Участники со всей страны продолжают съезжаться на Мустряковские озера. Поляна усыпана разноцветными палатками. Почти у каждого в руках заветная гитара. Грушинский фестиваль зародился как туристический, а туризм – это спорт. Традиционные соревнования уже начались. Это меню футбол, пляжный волейбол и, конечно, различные эстафеты. Ну а в этом году любой желающий впервые может попробовать сдать нормы ГТО. Для экстремалов на поляне работают целых три скалодрома. Ну а те, кто предпочитает водные виды спорта, в предвкушении регаты на байдарках. Всего 18 площадок. Спортивная составляющая стала одной из самых важных составляющих на Грушинском фестивале, потому что здоровый образ жизни, он близок всем и в первую очередь туристам. А пока взрослые играют в волейбол и наслаждаются выступлениями именитых бардов, их малыши не скучают. Для тех, кому с первых шагов прививают любовь к посиделкам у костра, на поляне работает целый детский городок. Эта площадка у нас в этом году юбилейная. Нам 25 лет. 25 лет мы стоим вот на этом самом месте, собираем детей, друзей, играем вместе с ними. Вечером нас ожидает ярмарочная площадь. То есть мы предложим каждому ребенку попробовать себя в различных состязаниях, за зарабатывание жетонов. Жетоны, которые можно будет обменять в лавке на различные призы. А еще аквагрим, мастер-классы, познавательная площадка от библиотек региона и даже детский армрестлинг. Ну и, конечно, Грушинский – это бардовская музыка. Песни Высоцкого, Акуджава, Митяева, Розенбаума и собственные сочинения участников с утра до поздней ночи звучат на фестивальной поляне. Сегодня завершился второй тур конкурса бардов. В этом году в нем принимают участие около трех сотен исполнителей из разных уголков страны. Так Сергей Карцев приехал из Норильска. Путь преодолел неблизкий, чтобы познакомить со своим творчеством местных ценителей. В общем-то, действительно, какой-то образ жизни, какой-то образ мышления своеобразный, потому что мы собираемся здесь попеть друг другу, вспомнить старые песни, услышать новые. Как бы это свой мир, в котором мы живем, нам этот мир интересен. За эти 43 года по сути своей он не изменился. Это место встречи старых друзей, место, где можно послушать свои любимые песни. Ну и, конечно, самое главное, фестиваль всегда был местом какого-то комфортного, душевного человеческого общения. И пока над Мастеряковскими озерами рейдфлаг Грушинского фестиваля, здесь будет царить неповторимая атмосфера, за которую сюда и съезжаются со всей России. Мария Акимова, Игорь Лунев, Новости губернии. Громкие театральные премьеры теперь можно посмотреть и в кино. В художественном презентовали федеральный проект, позволяющий зрителям в разных уголках страны лицезреть лучшие постановки в режиме реального времени. Сегодня впервые самарская публика увидела эксклюзивную запись спектакля «Лица» Московского театра «Эцетера». Подробнее Анастасия Суботина. Заядлые театралы пожаловали в кинотеатр. Своим вкусом не изменяют. Сегодня здесь показывают спектакль «Лица» по рассказам Чехова. На большом экране актерский дуэт Александра Калягина и Владимира Симонова. Живые эмоции, идущие в зрительные залы обратно, все как в самом настоящем театре, хоть и сцена за тысячу километров. Первый показ в записи, следующие будут уже в прямом эфире, обещают организаторы. Федеральный проект «Театральная Россия» открывает возможность зрителям с разных уголков страны побывать на громкой премьере, не выезжая за пределы родного города. На широких экранах будут показывать преимущественно русскую классику в проекте с десяток ведущих театров двух столиц. Вот этот проект «Театральная Россия», он все-таки рассчитан именно на классическое театральное искусство, на то базовое театральное искусство, без знакомства с которым нельзя себя считать на самом деле серьезным культурным интеллигентным человеком. Это проект, безусловно, образовательный, рассчитанный, конечно же, и на школьников, и студентов. Это проект семейный. Я очень благодарен, еще раз хочу отметить, понимание и глубину Николая Ивановича, который поддержал данный проект. Я рассчитываю, что эта поддержка будет продолжаться, ведь в ЦФО 12 субъектов в этом проекте, в Приволжском федеральном округе, по-моему, 11, да? Да, 11. И счет идет уже на десятки. Для нас очень важно, чтобы вот тот человеческий капитал, о котором говорил президент, то основное наше конкурентное преимущество становилось все более весомым. Возможности монтажа, интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителю, сидя в кинотеатре, увидеть больше. Среди приглашенных на презентацию гостей актрисы театра и кино Анна Уколова. Свою карьеру столичная артистка начинала в Самаре. Скоро ее игру с киноэкраном увидит местная публика. Когда мне сказали, сама рассказала, да, да, это моя родина. И вообще открою вам секрет, когда энергия у меня заканчивается, я хожу или в цирк, где детская энергетика очень чистая, я черпаю там энергию, или приезжаю на 2-3 дня к себе на родину, в деревню. Следующий показ состоится в новом сезоне 20 сентября. Спектакли будут транслировать в художественном 4 раза в месяц для взрослых и детей. Анастасия Суботина, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Самарская государственная филармония закрыла юбилейный 75-й сезон. Финальным аккордом стал концерт солиста академического ансамбля песни и танца вооруженных сил Монголии. Чем запомнился уходящий сезон и какие сюрпризы ждут меломанов в следующем, выясняла наша съемочная группа. Овации и крики бравом за дирижерским пультом маэстро Михаил Щербаков. На сцене лауреат национальных конкурсов Монголии Бадрат Чуланбатар. В репертуаре молодого баритона ведущие партии в операх монгольских и зарубежных композиторов. Для самарского слушателя Бадрат подготовил Арию Зооперченковского, Верди Моцарта. Сегодня мы репетировали с оркестром. Мне очень понравилось. Первый, хочу сказать, зал филармонии. Вот такой шикарный, концертный. Ну, оркестр, такой состав очень хороший. Ну, мне очень понравилось. 75-й сезон. Он был насыщенный и яркий и для музыкантов, и для публики. В уходящем году артисты Самарской филармонии порадовали своих поклонников десятками премьер, музыкальными спектаклями, творческими вечерами. Немало было и приглашенных артистов. Гости из Германии, США, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Чем запомнился этот сезон? Наверное, концертом, посвященным 65-летию нашего многоуважаемого и любимого маэстро Михаила Александровича Щербакова. Очень понравился концерт. Скромно, с огромным достоинством. Уходящий сезон стал юбилейным не только для Самарской филармонии, но и для главного дирижера. Вот уже 25 лет маэстро Михаил Щербаков на этой сцене. Для меня очень большая честь, что наша публика все-таки покупает на мои концерты билеты и приходит слушать. Это дорогого стоит, что я за 25 лет еще не надоел. С окончанием сезона творческая жизнь коллективов и солистов филармонии не замирает. После небольших каникул музыканты вновь приступят к репетициям. Новый сезон откроется в сентябре «Сказка и спящая царевна». Стоит отметить, что почти все билеты уже проданы. Юлия Север, Александр Дудко, Новости губернии. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова